На самом деле, военная стезя на сегодня все больше ложащаяся и на девушек тоже, на женщин, которые, учитывая демографию, неизбежно занимают все больше и больше рабочих мест в армии, потому что есть огромное количество ставок, на которых вполне спокойно можно держать. Женщин, у которых гораздо более толковый, чем у мужиков, подход к очень многим вещам, и было это и в Отечественной войне, всегда так было. В Израиле это всегда так было и есть, есть боевые части, где девушки служат, есть, да, конечно, танкистов там не сильно много, все-таки это не для девушек работа, и надрывать женский организм, девочкам еще рожать, чего мужики точно лишены. Вот такой тупой физической тяжелой работой, ну, надо не уважать женщины, вообще-то говоря, не очень ценить свою собственную страну. Но многие рвутся на эту тему, есть боевые части смешанной, где девочки и мальчики служат вместе, особенно это ортодоксов возбуждает и как-то тиранит. Ну, как-то их гнобят на эту тему. Ну, я знал, вот, девочки, которые служили в военной разведке, у друзей, там, в израильской военной разведке, совершенно запросто. Талантливые, толковые девчонки, достаточно боевые. И так в очень большом количестве стран. Но, вообще-то говоря, для мужчин это действительно, даже если ты отработал свою военную кафедру, даже если тебе не досталось служить в рамках того, что ты там приболел. Ну, ничего, я в детстве был дохлый-придохлый. Мне вообще физкультурой было запрещено заниматься, потому что слабая сетчатка. И тяжести было всегда запрещено поднимать, носить, потому что это значит, что, ну, слабая сетчатка, ты ослепнешь. Может, слоиться, да? Ну, конечно, не может, а она почти наверняка это сделает. И меня нельзя было принимать там в горячий цех металлургического завода. Просто нельзя, за меня на медкомиссию вдруг прошел по глазам. Ну, конечно, я начал слепнуть там с определенного возраста. Ну, заменил хрусталики, а, в общем, никто не знал, что такая технология будет. А реально выгорело, и все, ты же стоишь перед горячим металлом, тяжесть есть тяжесть. Цепь это 180 килограмм, там крюк 36, и ты понабрасывай это все. Плюс нормы, которые были по сортировке, это на обычной гражданской службе. И понятно, что танк, ну, клин затвора танковой пушки, 64 килограмма. Я это прекрасно помню, для Т-54, Т-55, и это, мягко говоря, не основная тяжесть, которая есть в танке. Как ты там с ломиками на тему смены траков, да, я не знаю, может, сейчас какая-то высокая технология есть, там, подползает невидимый Чубайс, траки переобувает. Ну, как-то в тот момент было там, 70-е годы, начало 80-х, ну и что, это нормально. Мужик к этому должен быть готов. Поэтому на тему вообще того, что 23 февраля это общий мужской праздник, сто пудов, и общеармейский, и общий мужской, да, конечно. Да, конечно. Ну, если человек не хочет быть мужиком, это его проблема, он может быть хоть геем преклонных годов, так ради бога. Какие возражения, у нас тут свобода демократия, свобода печати, свобода волеизъявлений, и в наших ток-шоу это прям так заметно, что аж тошнит. Но, в общем, ребята, с завтрашним праздником всех вас, кого касается армейская служба и вообще говоря, любая другая связанная, хоть разведка, хоть внешняя, хоть внутренняя, хоть контрразведка, хоть, кстати, МВД, и вообще все те, мы там, может, смеемся над формой, но я прокурорских ребят видел. На том же Северном Кавказе уровень угроз для прокуроров, для следователей, которые ведут дела по исламистам в том же Дагестане, ну, абсолютно бывало катастрофично, этих ребят приходилось там в другие регионы переводить, чтобы их просто не прикончили, почему вместе с семьями, это есть факт. Тут такая партизанщина, такая пальба по этому лесу, это ой как заметно, особенно, когда сейчас пошли, что называется, отвоевавшие в Сирии и в Ираке боевики исламского государства, и кто-то из Центральной Азии, кто-то из Северного Кавказа, и не все перебитые, кто-то возвращается обратно, ой какими обстрелянными они возвращаются. Ну, давайте поймем простую вещь. Вот Сергей Андреевич Надысь подготовил некоторое количество материалов, как всегда он это благородно и достойно делает. Спасибо. Мы с утреца говорили про ситуацию в Восточной Гуте, и я даже не буду к ней возвращаться, потому что ситуация в Восточной Гуте при городе Дамаска в Сирии напряглась до состояния, когда вообще пора уже шандарахать. Ну, точно, потому что вся эта Аль-Каида готовится с подачей и при поддержке наших американских как бы друзей и всех остальных групп финансирования, снабжения, техснабжения, турки, саудовцы, к очень серьезным ударам по Дамаску. Это видно невооруженным глазом. Компания по поводу того, что вот злые ВКС России и Дамаск катастрофичны, сейчас будет химическое оружие применено, а мы, говорят, французы сейчас как ударим в ответ, они же ничего не знают, где применено, но уже готовы. Мы видим это по Красному Кресту, по воплям на тему геноцида беженцев в зонах Диэскаласа, просто видим. Ну, когда этот пузырь надувается, сейчас точно будет много гадостей, и тут проще ударить превентивно, потому что, ну, слишком много террористов там осталось, и ребята просто ответку запускают на Конгресс национального диалога сирийского. На Сочинский Конгресс, чтобы ничего не прошло, чтобы не было никакого этого диалога, чтобы в Женеве в очередной раз Даминистра развел руками и скомко выкинул в помойное ведро результаты голосования сирийцев по Сочи, о Конституционной комиссии сказал никаких диалогов с правительством, а Конституционная комиссия, как он и говорил, ну, вот мы вам подберем не ваших 150, а наших там 40 человек. Это неоколониальная политика нам видится. Но параллельно у нас же много и на других, не скажем, фронтах, направлениях. Вот, крылатые ракеты с ядерным зарядом должны быть размещены в рамках морского базирования. Повторяю, с ядерным зарядом. Но американцы могут отказаться. Зам помощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной обороны политики. Но не просто так. Боб Суфер, Роберт Суфер на саммите по ядерному сдержанию рассказал, что они готовы отказаться. А если Россия начнет вновь соблюдать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, изменит агрессивное поведение на международной арене. Вопрос, я извиняюсь заранее у дам, которые нас слушают. Вот, опять же, в годы бесшабашного советского детства и юности, моей в старших классах школы, разумеется, на обычные такие заявки говорят, скажите вам, из женского белья ничего не нужно. Ну, мало ли, вдруг. Что же, если мы вновь начнем соблюдать? А мы уже не соблюдаем. Если Россия начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия. Сто раз объяснилось, почему мы этого делать не можем и не будем. Сто раз объяснилось, что время, когда мы все сокращали на обещания, вообще не под что. Ну, давайте, ребята, свалите обратно к границам НАТО, вот по границе бывшего ГДР. Установите, чего у вас есть, и, может, мы чего-нибудь и начнем. А если нет, то до свидания. Если мы начнем чего-то еще сокращать, можно поговорить о крылатой ракете морского базирования, и нам не нужно будет ее размещать. Поговорить мы можем и сейчас. Нам ничего не мешает поговорить. У нас все хорошо с переводчиками, у нас отличный английский язык у очень многих офицеров. Что за бред? А как насчет агрессивного поведения? Агрессивно это что? Террористов давить в Сирии? Крым отдать надо Украине и прибавить что? Кубань? Камчатку? Рыбные и крабовые ловы на Курильских островах объявить Украиной? Что значит, говорите, сдать Новороссию до состояния, когда там пройдут зачистки? Там и так обстрелы идут больше, чем в этой самой Восточной Гуте. А заметьте, при этом ту полосу, из которой ведутся обстрелы, пока еще никто не зачищает. К сожалению, скажу я, к большому, не понимаю этих рулюбителей. Ну да, для них Россия, Китай, Корейский народный демократический республик и с ее ракетами угроза американским интересам и как бы союзникам. Но справедливая и обратная ситуация. Понимаете, они угроза нашим интересам. Что значит агрессивное поведение? Мы смотрим на американцев, господи, начиная с Югославии и дальше по всему Ближнему Востоку, Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан. Это не агрессивное поведение, причем агрессивно бессмысленное, потому что мы там хотя бы результативно работаем. Как они работают, ну, нашу в Афганистане войну по результатам и по времени и по деньгам сравнить с американской, так ребята просто имитируют бурную деятельность. Вообще-то говоря, не добиваясь абсолютно ничего. При том, что это самая протяженная по длительности война в истории Соединенных Штатов, пребывание американского контингента на афганской земле. И самое бессмысленное по результатам. Уйдут за два месяца, режима не будет, страна будет в руках талибов. Опять же, мы так привыкли. В отличие, ну, у нас есть некоторые, как бы сказать, вежливые идиоты, которые внутри страны предлагают скопировать Польшу или Украину и тоже все запретить на тему нашей собственной истории. Вот не сметь критиковать то или это. Вообще даже вспоминать. Россия тема сильна, что она вспоминала все погромы, все войны, все гражданские войны. Она переосмысливала их и способна была, поднявшись над этим, пройти дальше. Очень слабые, очень националистические и склонные к замалчиванию и к восхвалению собственных преступлений Варшавы и Киев. Преступлений, в том числе против человечности, вовсе не пример для Российской Федерации. Поэтому мы о себе так говорим. Мы пытаемся оценить, ну, есть огромное количество ведомств, которые пытаются, конечно, замазать это все и сказать, у нас все хорошо, ваше сиятельство, но мы пытаемся оценить, что нехорошо, многие из нас, и как-то это исправить. Есть такое. Мы что, одни, что ли, в состоянии, которое весьма и весьма печально, когда глядишь? Нет. Материал, который вы подготовили по Нидерландам, названным наркогосударством, преступным. Ну, Голландия же, Голландия. Петр Первый туда за высокими тогдашними технологиями ехал в области кораблестроения. Государство, пример бизнеса и всего на свете, номер один. Теперь наркогосударство. Ну, меня вчера до вот этой вашей бумаги потрясла, конечно, информация Баканова, вот вроде подкрылись, откуда не знали, о фальсификации голландцами сыров. А фальсификации нашими сыров, я понимаю, но реальные фальсификации продуктов питания именно голландцами из-за жадности, из-за стремления скрыть реальность, ну, не знаю, там, коровье бешенство. Вот, как вчера мы обсуждали, в эфире это не прозвучало, говорили об этом в кулуарах, прет из Нидерландов, голландцы скрывают, вместо того, чтобы до последней секунды, а эпидемия по Европе распространяется, распространяется из Голландии, и они зажимаются насмерть в информации, фальсифицируют, подделывают. В жизни не мог бы представить, ну, классика была, протестантская этика и все остальное, это как раз же Голландия, та самая, насмерть бившаяся с католической Испанией, да здравствуют гёзы, вот Тилюленшпигель, протестантская этика, честные фламандские бюргеры, крепкое пиво, лучшие в мире тюльпаны, роскошный фламандский бархат, а тут кругом сплошные подтасовки, а мы этого в наших цехах не допустим. Ну, возникла такая какая-то слава добрая, и вдруг, оказывается, слава добрая должна накрыться медным тазом, потому что параллельная криминальная экономика, это не про Россию, это про Нидерланды, про Нидерланды, член ЕС, член НАТО, причем фактически голландские полицейские считают, что Нидерланды превратились в наркогосударства. Опрос около 400 полицейских, это не влияние на выборы или на оценку Голландии, русских хакеров или русской преступной группы, режима Путина, мы же теперь так называемся. Нет, вот они надо отдать им должное, не ссылаются на то, что это их опорочили, и поэтому геть Россию. Официальные данные. Число преступлений в Голландии снизилось на 25%, всего миллион в год. А голландская полиция говорит, по факту 3,5 миллиона не зарегистрированы. Мы же похожи на нашу систему полученную. Доклад предлагает властям увеличить число полицейских на 4 тысячи душ, не хватает. Они считают, что они могут с нынешними ресурсами бороться с одной из девяти преступных групп, основных в Нидерландах. Мелкие дилеры богатеют и уходят в официальный бизнес. Гостиница, рынок, жилье, туристическую сферу. Опять, это общемировая тенденция. Так было в Америке с гангстерами, так было в России с бандитами 90-х годов, пост-90-х. Они тоже же ушли, мы же знаем, авторитетный предприниматель, бандит. Губернаторы, которых арестовывают, а у них есть ОПГ. Ну, а никто? Ну, бандиты. А в Голландии-то что? Откуда оно тоже русская мафия занесла? Нет. Оказывается, голландская. Ну, да, есть суринанцы, отдельная наркогруппировка очень мощная. Тем не менее, Амстердам, рост оргпреступности, встраивается в жизни отдельных районов. Заказные убийства в Амстердаме теперь, согласно главе полиции, можно отработать за 3000 евро. Что значит отработать? Ну, вот вам нужно заказать кого-то. А, 3000 стоят, да? За 3000 евро закажете. А в 80-е и 90-е, говорит он, киллеры приезжали за 50 тысяч евро. Ну, наверное, киллер уже не такой хороший. Да нет, киллер, он и есть киллер. Это ежели убил. А вам какая разница? Он так убил или помучил? Он как белку в глаз или череп проломил? Вам есть разница? Да нет. 3000 евро? Это прям демпинг? Более того, по докладу полиции растет число преступлений в отношении стариков, инвалидов. Очень сильно кражи, мошенничество, насилие. Правильно, растет число пожилого населения, растет число муфиози, который на этом специализируется. Считается, что Нидерланды – это крупный европейский центр торговли наркотиками, торговли людьми. Через Роттердам, крупнейший порт в Нидерландах, ну, идет половина кокаина, продающегося в Европе, почти 6 миллиардов долларов евро в год. Экстази производится в Нидерландах, идущего и по всей Европе, и по Соединенным Штатам. Это одна из тех реальностей. Мы сейчас не говорим о преступниках этнических. Мы не говорим о людях, которые по определению приходят из каких-нибудь ближневосточных стран. Но де-факто есть понимание простое. В Европе сегодня местная преступность, базирующаяся на местной власти различных группировок, в том числе группировок, концентрирующихся вокруг мечетей, выходцев с Ближнего Востока и из Африки. Усиливается до состояния, когда целыми регионами в этих странах командуют вовсе не местные власти, а люди, имеющие прямое отношение к Марокко, к Саудовской Аравии, к Турции. И вот это вызывает очень серьезную беспокойность аборигенов. Но вызывает пока, поскольку замена местных аборигенов на чужаков идет с такой скоростью, что в значительной части европейских государств к 30-му году и к 50-му году, вот два таких рубежа, которые прогнозисты отработывают, будет просто замена населения. Когда у вас население 10-15% иноязычные, иноконфессиональные, причем это не старое население с Ближнего Востока, встроенное в местную систему школьного образования, вчерашние, они прибыли вчера или позавчера. Они совершенно не собираются интегрироваться, они не собираются... Да и как вы интегрируете афганцев или сомалийцев? Никак. Они вас так интегрируют? Я еще в 90-е годы наблюдал за столкновениями сомалийской мафии в тех же самых Нидерландах. Хотя бы битва за контроль над дискотеками Остенде, недалеко от Брюкге. Бельгия. Хотя бы Амстердам и Антверпен. Наркоторговля. Вот сомалийцы и чеченцы. Ну, у нас Первая Чеченская война, все, кто там были, это же не боевики, не исламисты, это rebels, это повстанцы, воюют против злого режима. Не Путина, Ельцина. Но режима. Их с распростертыми объектами принимали везде. В результате, например, сложилась очень мощная группировка этническая, исламистко-террористическая на Лазурном берегу до 30 тысяч человек, значительная часть которых ушла потом воевать в Ирак и в Сирию. И значительная часть там была перебита в последние два с половиной года. Ну, примерно, как Панкистское ущелье в Грузии и группировка чеченцев-кистинцев. Так вот, на территории Бельгии и Нидерландов было прямое столкновение чеченской мафии, которая, ну, у нас считается, в Айнахе самые боевитые, которые только есть, этого вот про Чокчей, почему-то анекдоты рассказывают совершенно другие, чем про чеченцев. Про дагестанцев и сомалийцев. Сомалийцы победили в лёд. Почему? Чеченцы пытались разговаривать. Сомалийцы просто сразу стреляли. Они вообще ни с кем не разговаривали. Они полосовали из автоматов, а потом даже не смотрели на количество трупов. Главное было убить максимальное количество людей. Такого в европейской истории ещё не было. Это как проникновение в штаты мексиканских наркокартелей. Вот не огромного количества гастарбайтеров, которые там отстроила Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону, Техас, а наркокартели, а наркокантрели какие-нибудь, ну, они в Мексике абсолютно безжалостные. Они там похуже медельинского будет, колумбийского. Они просто... В некоторых фильмах американских эта штука показана. Тот же самый приём. Да убей ты всех. И совершенно неважно, что разговаривать. И к этому американская преступность оказалась не готова. Точно так же, как и европейская, оказалась совершенно не готова к сомалийской. Может быть, они как-то смогут подготовиться уже в процессе? Они уже срослись. Или они... Они поделили рынок. Уже, понятно, разделён рынок. Это миллиарды долларов по нелегальной миграции, по торговле женщинами, в том числе с постсоветского пространства, по торговле органами. Ну, потому что чего эти все дети и подростки? Это же свежие, не отравленные наркотиками и алкоголем запасы на органы. Европейская преступность великолепно сработала с турецкой, с африканской, с ближневосточной в целом, включая афганскую, с наркотрафиком мощнейшим. Всё хорошо, эти ребята уже договорились. И то, что мы видим по докладу о полицейских Нидерландах, это просто такой очень характерный звонок. По ком звонит колокол, да по тебе он звонит. Правильно Хемингуэй говорил. А теперь новости. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Евгений Иванович, вы вернулись? Вернулись мы, вернулись. И вернулись мы в эфир, это точно. Но теперь, перед тем, как мы пойдём дальше, по нашей экономике. Нефтянка, авиастроение, вообще авиационный бизнес. Интересно же, как это всё работает. Как мы в этом мире рядом с соседями по планете. Потому что, ну нет в этом мире справедливости, и ничего нам за спасибо не дадут. Наглость тех, кто с нами общаются, велика. И они нас одновременно, с одной стороны, боятся, дуикоты. А с другой стороны, абсолютно плевать хотят на любые провокации. Понимая, что медведь большой, но очень мирный. Сдержанный. Мы сейчас так ведём. Очень достойно. Ну, как шавка вокруг медведя бегает. Она его, конечно, старается не укусить. Если она его укусит там за какое-нибудь особенно нежное место, он её прихлопнет. Ну, как было, например, с Грузией времён Саакашвили. Я же когда говорил, что не надо хомяку кусать медведя дремлющего за интимные места. Он может случайно промахнуться и достать. После чего его прихлопнут после... Ну, просто не потому, что очень хочется, а потому, что, а что делать? Это зачесалось. И так оно и произошло. Значит, экономику надо поднимать. Значит, надо быть готовым к любым атакам по любому направлению. Олимпийская, неолимпийская. Какой хотите. Бизнес. Ну, мы же сами виноваты. Мы показали все свои уязвимые места. Мы запустили в самую внутреннюю систему страны, кого угодно. И мы, кстати, и продолжаем запускать. Тоже имеем мазохизм. У нас рейтинг. Мы тут украинским политологам даем всякую возможность на нас отоспаться. Такая они отоспятся на ремонте своей сантехники внутри канализации, на сети. Почему они должны нас во всем этом измазывать? Не понимаю. В старые времена советской власти все ругали ситуацию, при которой была цензура. Понимаю. Противные и глупые люди были. Давайте теперь умные, непротивные люди скажут, ребят, хватит позорить страну и, может, для этого что-нибудь сделают. А что, рейтинг? Хоть белого слона похожи, хоть серую кошку. Если у тебя будет что-то достойное, будут смотреть это. А если вечный мазохизм с пинками страны, ну, значит, будут смотреть то, кому нужен такой рейтинг. Ну, а если нужен, так это на тему, а что это нашу землю института нельзя продать за миллиард долларов? Все можно продать, и родину, и достоинство, и им нужно много говорить о чести и достоинстве родины, одновременно позоря ее, продавая, как выясняется, на всех телеэфирах. Это что, не так, что ли? Олимпиада кончается. Олимпиада в этом городе, которая напоминает чих больного простуды. Все понимаю, грешно, конечно, смеяться над людьми, у них так оно называется, их язык так вот это все произносит. Но оно кончается, уже можно оценить итоги. И это даже можно было до того, как нам начали размазывать мельдонии прям по морде лица сборной, и отобрали еще и керлинговые медали, чтобы им всем. А вот те, кто нас слушает сейчас, отношение к тому, что было, мы уже можем, наверное, подвести. Потому что я когда говорил, обязательно надо ехать, нельзя игнорировать, ну, мы же должны понять, надо давать бой. То я понимаю в этой ситуации, что спортивное начальство, ну, ладно, вы прогадили тут и там, и здесь, собирается. Ну, мы же собрались в 41-м, 42-м, там, после битвы под Москвой, после почти поражения под Сталинградом, вот-вот Волгу бы форсировали фашисты. Они собрались и наваляли так, что потом аж до Берлина обратно откатывали весь этот вермахт и люфтваффе, и Криксмарины, перемалывая их по дороге. И, может, конечно, американцы думают, что они выиграли войну, но вообще-то мы не знаем, кто ее выиграл, и как ее выиграли, и какой ценой ее выиграли. Значит, мы умеем собираться и отбиваться. И было ощущение, что вот хотя бы те, кто поедут на Олимпиаду, ну, они будут как звери рвать все и всех. И действительно, пример тому наша игра в хоккей с американцами. Браво, спасибо, прям единственное, что порадовали. Но сегодня мы уже видим по результату. Ну, прям вот всю картину, картина маслом. При этом понятно было, что сейчас все спортивное начальство организует толпы болельщиков. Эти толпы запретили флаг России, будут флаги субъектов федерации. Хоть Чечни, хоть Томской области. Запретили гимн России, будет Катюша. Ну, Катюш, вон, болельщикам Челси не западло в ушанках с соответствующими звездочками сидеть на маршах Челси всего лишь потому, что Роман Аркадьевич Абрамович, обалденно русский человек, с него прям православие и славянство брыжет во все стороны, является хозяином этого клуба. Роман Абрамович, они его зовут. Роман Абрамович, да. Роман Абрамович вообще продвинул Россию в Англии так, как ее не продвинул вообще никто и никогда. Ну, ладно. А что останется, кроме анекдотов, про то, что неизвестный с бутылкой водки медведем и балалайкой ходил по Пхенчану, раздавая всем люлей, и опознать его не смогли, потому что он был под нейтральным флагом. Но анекдотов осталось дальше. Ощущение по Олимпиаде какое-то очень странное. И вот вопрос. Вы удовлетворены ситуации с тем, какие результаты были получены Российской Федерации по результатам действия спортивного начальства в рамках Олимпийских игр и в рамках вот этой войны? Мы что имели там? Героические отступления на заранее подготовленные позиции. Нас снесли спортсмены в первый эшелон, а у нас там был подготовлен второй, третий, а неожиданная молодежь, а мы просто вообще неизвестных со двора вывезли, и они вдруг всех победили. Ну, как делается? Эшелонированная оборона. Там враг. Враг наступает. Хорошо, ты не можешь сдержать его атаку. Ты здесь провалился, там провалился. У тебя какой план на отступление? А? Да, мы не вермахт. И это не война. А если? Любой дурак в наступлении победит. Ты в отступлении удержи. Планомерно отступая. И контратакую. Контратаки были? Я не говорю про хоккеиста в матче с американцем. Повторю еще раз. По результатам биатлона, ну, такое впечатление, что, может быть, надо к Шойгу на тренировке послужить несколько лет. Нет, просто послужить несколько лет на севере. В заполярном военном округе. И после этого, может быть, лыжи там, да? Винтовочка. И после этого уже идти на соревнования. 5-5-3-3-вести. Т-1. Меня все удовлетворяет, все замечательно. Классно, круто. Т-2. Абсолютно проваленная работа по текущей ситуации. И в этом плане надо менять лошадей. Хоть на переправе, хоть нет, их надо менять. И Т-3. А вообще не важно. Ну, просто не важно. Мы же победили всех в урожае зерновых. Уже хорошо. Ну, мало ли кому не важно. Может, потому что все равно. Может, потому что страна вот эта вот, она ему неинтересна. И все его будущее связано с тем, чтобы ее растаскать там по собственным карманам. Не важно как. Вот у нас пример. Олимпиада. Она заканчивается. Вы видели это все. Как было с болельщиками, со спортивным начальством, со спортсменами. Ничего лучшего не будет. Не надо думать, что вот через два года будет что-то лучше, содрогание. Нет, не будет. Если мы сейчас не оценим трезво. Что хорошо, что плохо. Как прусский генеральный штаб в Первую мировую. Объективно. Что хорошо, что плохо. Что делать тогда? Нам ничего не светит ни через два года, ни на летних, ни на зимних. Тогда вообще, ну, мы утерлись и пошли плакать в угол. Мало ли, из какого ничтожества мы поднимались по всем направлениям, и хоть после революции, после каких угодно других пертубераций, после гражданской войны, и после великого разорения Отечественной войны. Да, я понимаю, я почти невозможного требую, потому что очень многие операции Первой мировой войны не разобраны. Операции политической глупости начальства страны нашей по Первой русской революции и по Чудовищной Второй русской революции, по Чудовищной по результатам, не разобранной и непонятой даже к столетию революции. Так и не произошло трезвого анализа, чего было, а произошла некоторая попытка под себя подмять какие-нибудь активы и назвать себя наследниками тех, кто был до того. Ну вот, Олимпиада уже прошла. Можно на этом хотя бы мирном примере понять, чего было, и тогда осознать, чего надо. Т1. Меня всё устраивает. Всё хорошо. Прекрасная маркеза. Т2. Ну нет, это совсем не то, что надо. И, наконец, Т3. А мне совершенно всё равно. Кстати, есть таких довольно много. Мы слышим их голоса. Мы видим их в телевизоре. Наш телевизор. Демократия всех показывает. Мы запустили, кстати, голосование ещё и в приложении, так что там тоже голосуйте. Продолжаем. Опрос продолжается. По поводу осадка, который остался по Олимпиаде. У меня так остался. Какой сказал. Давайте поговорим о нефтянке. Дело важное. Интересно сопоставить, что такое наша нефтянка и нефтянка окружающего мира. Потому что аналогов Газпрому нет. Ну нет. У него свои позиции. Это и хорошо, и плохо. У него, знаете, громоздкая такая система, которая, ну, бегемот. Помните эту классификацию компаний? Нет? Нет, расскажите. Мир бизнеса, на самом деле, я уже не помню, кто-то из западников это придумал. И это очень яркое сравнение. На самом деле, вот не случайно, те же самые китайцы, японцы обозначают годы яркими сравнениями. Точно так же, как в китайских Дадзебао, вот запоминаются такие вещи. Обозначили бизнес, как он есть, по разным размерам, как фауна. Фауна в данном случае тропическая, когда бизнес бывает маленький, такие лисички. Юрки, шнырки. Их очень много. Они легко добиваются чего-то и легко гибнут. Они могут быть однодневками, а могут, если их очень много, в мелком бизнесе осуществить значительную, очень значительную долю экономики страны, как у японцев бывает. Там все очень грамотно распределено. Ну, хорошо. Лисичка вырастает. Она становится такой вот стабильненькой и может дорасти до состояния. Я сейчас примитивизирую вполне. Вторая там стадия, о которой всерьез имеет смысл говорить, пускай какие-то промежуточные. Вот львы экономики. Мобильные, очень эффективные, обычные частные компании, достаточно крупные. Вот моя корпорация, она относится, конечно, к этой категории. И они могут вырасти всерьез. Сейчас большие госзаводы, госкорпорации, либо заводы со смешанным капиталом, ну, не знаю, какой-нибудь металлургический комбинат магнитогорский. Это слоны. Они очень быстро передвигаются зачастую, они достаточно мобильные, но они очень большие. У них есть некоторая инерционная масса, которая вполне может их и тормознуть в кризисные моменты. Но при этом у них, если у львов там есть определенный запас финансов, который позволяет им пережить кризис, а у лисичек этого запаса финансов точно нет, они скорее обанкротятся уже. То вот слон, он если рухнет, то земля вздрогнет. Понятно, что если обанкротится трансаэра, ну, это будет очень серьезные результаты, и они и были. И крупнейшая стадия, вот гиппопотам, он совсем большой. У него огромные расходы, у него огромные расходы непроизводительные, в том числе он, ну, должен же, РАУЖД, господи. А никуда оно не денется, потому что социальная ответственность, потому что своих работников там, где десятки тысяч, где сотни тысяч, такое тоже бывает. Ну, ему хоть влево, хоть вправо уходить-то некуда. И очень часто это их под собственным весом и убивает. Панамерикан, я помню, как была компания Панамерикан, и она разорилась, и ее не стало, а на ее месте встала Дельта. Была такая маленькая провинциальная компания, у нее вообще был центр в Атланте. А в Нью-Йорке у нее не было гигантского небоскреба, как у Панама. А я еще застал в 90-е годы Панамерикан, я ездил в Штаты, летал первые два года на Панаме. Это была легенда. Раздутые были расходы. Панамерикан, ну какие-то совершенно легенды. Ну, Газпром. Легенда, легенда. Не хотите от него откусить хоккей и хоккеистов, футбол и футболистов? Ну, вот этих вот с дикими гонорарами, с Распальцовской, полублатных. Вот если хоккеисты будут, как старая хоккейная сборная наша, Харламов, помните? Если футболисты будут вот с вратарем типа Льва Яшиной, вот с такой командой. Нет, нельзя. Почему? А зачем вы такие деньги? Яшин был в лотаре легенда. Это вот одноименные по значению спелета. Сколько они получали? По тысячу долларов по тем деньгам. Еще, а как они играли? Ну, не за деньги. Не, ну, Газпром так не может, он не будет, да? И вот это в результате. Оно же его не похоронит. Не, не похоронит. А может, похоронит. Может, именно это и похоронит. Безумные совершенно траты. Ну, давайте посмотрим это все. Как все это соотносится? Анализ, который дал все тот же Коммерсант в октябре. Прошу прощения, эксперт в октябре. Дэл Шелл, Британия и Нидерланды. Китайскую Петро Чайна. Бритиш Петроли, все та же Великобритания. Эксен Мобилл, Соединенные Штаты. Тоталь, Франция. Американский Шеврон. Российский Газпром. Ну, тут же как. В нефтегазовой компании. Сейчас очень трудно отделить газ от нефти и обратно. Российский Лукоил. Бразильский Петробраз. Российскую Роснефть. Итальянский Эни. Американский Коноко Филлипс. Колумбийский Экопетрол. И российский Сургут нефтегаз. И вот здесь, конечно, можно вспоминать и малайзийцев, и мор Петронос, и много чего еще. Но, чего проанализировали, то проанализировали. Крупнейшие нефтегазовые компании мира. Отлично. Шелл. 89 тысяч работающих. Но, знам дело больше всех у китайцев. 509 тысяч без малов. Бритиш Петролиум 74. Эксен Мобил 72 тысячи. У французов 102. В Татале. В Шевроне 55. Ну, в Газпроме 456 тысяч работников. На 2016 год мы вторые после китайцев. Население, правда, у нас не китайское, тем не менее. Один из крупнейших работодателей страны. В Лукоиле 105 тысяч. В Петробрасе бразильское 68. Роснефть 295 тысяч 800. Ну, мы третий после китайцев и Газпрома в Роснефти. Эни 33. В Кануко Филипс 13. В Колумбийском Экопетроле 9150. Сургут нефтегаз 117 тысяч. Много. Выручка в абсолютных величинах. А тут все они выстроили. Почему такой рейтинг? По выручке. У Шелла 262 миллиарда долларов. У Петрачайной 215. У Бритиш Петролиум 205. У Эксена 198 миллиардов. У Таталя французского 125. У Шеврона 110. У Газпрома, прости господи, 92 ярда. Ну, не считая, конечно, футболистов, на которых тратится. У Лукоила 81. Хотя народу въем работает сильно меньше. А сейчас конец эфира. А продолжим в следующем часе. Неделя началась. Интересная неделя в Израиле Пурим. В Восточной Гуте Дурдон. В очередной крик о том, что страшное издевательство над гуманитаркой. Вот сейчас химическое оружие будет Ассадом применено в очередной раз. Господи, прости. Наши... Как у него оно не кончится-то, Евгений. Да, видимо, он его производит каждый день в запасах дворца. Вместо кухни, видимо, вместо шашлыка, десертов, кофе с кардамоном. Занимается варкой химического оружия. Правда, наши говорят о том, что хлор везут в Восточную Гуту. В очередной раз там будет провокация. А мы помним, что уже была. И тогда везли через Турцию из Ирака. Произведенное на оборудование, которое саудовцы купили в Алмании. Еще времен Энвер Ходжи, старенькая, она всю эту дрянь производила. Ну, как-то все это ловится периодически. Кого-то задерживают, кого-то турки даже перепугавшись в тюрьму посадили. Более того, у нас в студии Яков Кедми, с которым мы сейчас все это и будем говорить. Потому что зря он, что ли, приехал с Ближнего Востока, причем в праздники. Яша, здравствуй. Добрый день. На самом деле, насколько можно судить, вот все, что мы смотрим. Очередной крик из Лондона, там белые каски, гуманитарная трагедия восточной Гуты. Один к одному, что было с Восточным Алеппо. Это даже уже не смешно. Просто один к одному. Сценарий точно такой же. Тут же куча страшных историй о том, что российские самолеты всех разбомбили, дети погибли, мирные жители погибли, химическое оружие Асада. Мы что, опять напоролись на эти те же самые грабли? Вот что в Идлибе, что в Восточной Гуте, что были в Алеппо? Ну, это истерика по поводу Восточной Гуты и любого района, который был. Ну, она стандартная, больше ни на что у них мозгов не хватает, больше ничего они выдумать не могут. Посла вызвали, российского посла англичане вызвали, строго ему что-то сказали. У меня другой подход к этому, я бы реагировал на это по-другому. Ну, у меня другой характер, я менее вежливый. Я бы вызвал их послов. Я бы ответил более резко. И что не хватало, по-моему, в резолюции. И Россия, на мой взгляд, была бы, я не скажу, должна была бы умно поставить вопрос. Увязать это с ракой. А сейчас будет об этом серьезно говорить. Потребовать и потребовать расследования в раке. И потребовать гуманитарную помощь в раке. И потребовать допустить людей в раку. Туда никого не пускают. Связать это вместе. Моссел нельзя, моссел, он не в Сирии. Вопрос идет о Сирии. Делать это на официальном уровне, а не на журналистском. Это было бы лучше. У нас военные говорят об Ат-Танфе и говорят о раке. А вот дипломаты пока... Там, там находятся, там претензии другие. Там стоят американские солдаты. И все. Там же не бомбят. А гуманитарку не пускают? А? Гуманитарную помощь не пускают. Гуманитарную помощь надо было уединить. Раку, Анфан и Гуту. Второе. Я вот не понимаю. Тут, на мой взгляд, была ошибка российская. Зачем ее бомбить? Уже было один раз. И приняли решение. Брали Алеппо без воздушных атак. Три месяца. В Гуте, как только началась истерия, надо было сказать, а мы отдали приказ прекратить воздушные атаки на воздушные. И все. И не было бы этой свистопляски волн. И ничего. И продолжать свое дело тихо, спокойно. Да, это удобнее, это более выгодно и более эффективно с военной точки зрения использовать поддержку с воздуха. Но если обстоятельства говорят о том, что это будет деструктивно и, в конце концов, повредит военные операции, так лучше не бомбить. Можно брать такой район, как Гута, совершенно спокойно, не используя ни сирийский ВВС, ни российский ВКС, есть артиллерия. Все остальное только для наблюдения разведки и наведения артиллерии. Там появился некоторый маленький аспект, которого не было в Алеппо. Наши заявили о том, что там присутствовать будут российские ПВО, которые не допустят попытки действовать в ущерб российским военнослужащим. И это было так прозрачно в сторону наших американских коллег? Это правильно. То есть, попытки американцев действовать, как в Ливии, на мой взгляд, должны быть пресечены заранее, в корне. То есть, им должно быть ясно, не получится. Или, как было в известном произведении дедушки Гайдара, морду бить будем. Да-да-да-да-да-да-да-да, было такое. Тимур и его команда, как сейчас помню. Это... Сирия, это не Ливия. И Россия 2017 года, это не та Россия. Ну, и Россия не Югославия. Уже не та, когда была, когда вы мордовали Югославию. Нагло. Нагло и без принципов. У меня ощущение очень серьезной боязни. А того, что мог же напороться на российские системы ПВО. Более того, туда же и пятого поколения самолеты пошли. Не, ну, пятое поколение, оно там для испытаний. Это очень важно, чтобы рядом с американскими пятого поколения появились российские. Такой интересный баланс. Я думаю, что более эффективно сказать, что они находятся в одинаковом воздушном... С точки зрения воздушных атак, в одинаковом положении и от Анфы, и восточная Гутла. И самолеты могут и туда летать. Это более эффективно. Прозрачные намеки могут быть все более прозрачными. Вот если каждый может бомбить, то бомбить могут все. Ну, есть еще за Ефратом полянка, на которой американских инструкторов совсем много. Ну, а Танф это достаточно. Достаточно. Ну, то есть, ну, проблема с Гутой, это местная истерика. Пытаются, я уже сказал вчера, американцы пытаются по мелочи нагадить. Ну, неважно где. Ну, что-нибудь. Потому что Сирия ими проиграна. Они это отлично знают. Теперь им надо затянуть вот эту обстановку, которая происходит в Сирии. Препятствовать как можно эффективнее стабилизации установления власти, усмирения всех террористических организаций и восстановления Сирии. Так теперь они мелко гадят. Пытаются этот процесс замедлить, остановить. Или такими провокациями, или поддержкой. Террористических организаций и их сопротивления. Или давлением на силы оппозиции. Не смейте ехать в Астану, не смейте договариваться. Ну, они же похоронили астанинский процесс, что было очень смешно. Да, они похоронили. Сказали, а он провалился. Это было очень забавно. Ну, понятно, то, что они сделали всё, чтобы он провалился, это да. Но их успехи, как всегда. Про американцев, можно сказать, в Сирии словами покойного Черномырина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Слушай, исходя из твоего опыта, вот интересный, неожиданно возникший у меня вопрос. Где-то было что-то другое? Я говорю, как всегда. Потому что Вьетнам вспоминают, ну, совсем грустно. Афганистан и Рак ещё грустнее. Я не помню за послевоенную историю внешнеполитической деятельности Соединённых Штатов, чтобы где-нибудь они добились успеха. Ну, хорошо, а довоенная? Ну, военная... До 1945 года Соединённые Штаты были пассивны на международной арене. Единственное, что война с Японией, это уже другое дело. Напоминаю, она началась, как эскалация санкций. Опять 25. Когда была объявлена блокада на поставку основных стратегических материалов в Японию, японцы начали войну. А дальше? Это была последняя война, в которой американцы воевали. Я не буду касаться войны в Европе с серьёзным противником. С тех пор они ни разу не воевали. Вот сейчас командующий морской пехотой Соединённых Штатов заявил, а мы должны учить сейчас морскую пехоту воевать с сильным противником. Разучились. Не было. Ну да, десанты. Отца боятся. И поэтому самоотражляющее на американских политиках действует. А если так, то будут военные действия. Вы хотите на войне, а на войне как на войне. И не важно. Вы называете эту войну экономической. А война, она всегда война. А на войне как на войне. Никто не обязывался. Это я говорю уже по своей стране. Израиль никогда не берёт на себя обязательства отвечать адекватными ударами. Мы обычно отвечаем. Неадекватно. Намного сильнее. Намного больнее. И не тем, чем от нас ожидают. Но это действует. Ну всё, мы... Я не думал, что наше вывести себя и наше. Я могу гарантировать. Вот можно посмотреть, как мы нервно, иногда чуть более нервно, чем стоит, реагируем на потенциальное присутствие иранских войск в Сирии. Его ещё нет. И нет иранской армии в Сирии. Есть ополчение, есть стражи революции, а армии нет. Но мы уже предупредили – уничтожим. И вот я смотрю на то, как мы действуем, и смотрю на Эстонию, и смотрю на Латвию. Если бы такое было у нас в первые 48 часов, предупредив, были бы уничтожены все роты, все батальоны НАТО, которые вошли туда. Но это же война с НАТО, значит. Ну и что? Это война с НАТО, значит. Это невозможно. Когда они ввели войска, это война. Но они ввели войска в Эстонию. Да, это война. Уже война. Мы, с нашей точки зрения, с нашей ближневосточной, мы не европейцы. Вот мы смотрим, иранские войска в Сирии – казус бели. Мы их уничтожим. Иранские заводы в Сирии – мы их уничтожим. Иранские войска в Ливане – мы их уничтожим. Но Иран – это не ядерная страна, а, например, США – ядерная, с ядерным оружием. А США все-таки с ядерным оружием. А нам все равно, какая она. Нам-то все равно. Ядерная, не ядерная. Россия тоже не безядерная. Но никто не хочет ядерной войны. Тогда пусть не заводят свои войска туда, куда не надо. Никто же не сказал ядерным оружием уничтожать. Но для нас появление каких-нибудь иранских войск в Сирии или в Ливане – для нас это казус бели. Мы это рассматриваем как акт войны. И все. И тогда мы на войне как на войне. То есть им очень повезло, что у нас не Израиль с израильской... То есть мы бы такого даже... Нам такого даже в голову не могло прийти. Что значит? Танковый батальон. Где? Там, где вы обязали, чтобы не было. У вас есть 24 часа их убрать. Иначе будете вывозить сожженные танки. Их же ввели туда для чего? Я не знаю, для чего. Это что, маневры такие? Ну, это, наверное, какой-то знак России в любом случае. Правильно? А вот когда они сгорят, это будет знак... Слушайте, а может это знак Конгресса Соединенных Штатов? Мы крутые, мы молодцы. А не Россия. Ну, что для нас этот танковый батальон? Может они сами с собой играют в эти игры? Что для нас? Иранская рота в Сирии. Что для нас танковая дивизия иранская в Сирии. Ну, еще полчаса будет. У тебя нет половины начальства в стране, которые держат деньги в иранских банках, у которых дети учатся в иранских вузах, и которые виллы держат в Иране. А у нас есть... То, что вы вчера с Соловьевым и обсуждали к теме того, кто руководит страной. Я не обсуждал. Я сказал, как у нас видят такие проблемы. Ну, в данном случае, ну, хорошо. Но считайте, что мы отморозки. Наши дети будут спать спокойно, и мы тоже. И иранцы знают, и все знают. И Россия знает. Что бы ни было, появи... Вот первая иранская база. Не размещение там иранских советников на сирийской базе. Вот первая иранская база, как только она появится, в течение 24 часов мы ее сотрем с лица земли. Ну, все. Хорошо, если брать аналог базы НАТО и границы Российской Федерации. Я говорю, мы бы такого не потерпели. Потому что от иранских баз в Сирии до нашей границы 500 километров. Ну, в Эстонии тоже не сильно. От прибалтийских баз, от их границы, до Москвы. Не до границы, до Москвы. До границы я уже не говорю. 700 километров с небольшим. Это наше расстояние. Это уже наше расстояние. Ближе восточное. Да вот про то и речь. Вот и все. И пожалуйста. Ну, я говорю, мы же не европейцы. У нас другой подход к таким вещам. У нас меньше терпения. Мы бываем менее вежливы. Такой народ. Ну, не зря же... Битая история. А теперь мы всем возвращаем с процентами за все, что было в нашей истории. Италию уже не сможешь. Древний Рим. Все. Нет. Те, кто попытаются. Мы счеты с прошлым не... Мы помним, но счеты же мы не делаем. Никто же не собирается приехать в Рим и... Снести колонну от районов. Тогда нам всю Европу надо снести. Начиная с британских городов и прочее. Зачем? Это нет. Но сегодня мы сказали. Хорошо. Мы выучили все ироки истории нашей. Очень хорошо. И, чтобы было понятно и итальянцам, и всем. Баста. Больше этого не будет. Никогда. И все. У вас, у вас свои проблемы, у вас своя культура, у вас своя история международных отношений. Вы делаете свои выводы. Или не делаете. Но это вы не делаете свои выводы. Или делаете так, как вам. Мы бы делали другое. То есть, если меня спрашивают, а что бы вы делали? Смотри, Владимир Вольфович на передаче, где мы с тобой, собственно говоря, с ним и встретились позавчера, ласково объявил, что большая война будет через 5-6 лет. Развожу руками. Я не согласен с ним. Войны не будет. Я уже повторял и буду повторять. Борьба за мир, от которой камня на камне не остается. Нет. Нет. Американцы никогда не будут воевать с сильной страной. Они боятся воевать с сильной страной. Они боятся военного конфликта. Если речь не идет о бандитах, о латиноамериканских армиях, если это не Панама. Но я тебе скажу, что из Японии... Они уже после Вьетнама выучили. Квантунскую армию все-таки не американцы разгромили. Да. Они уже после Сомали вывезли. Они после Ливана от Хезбаллы. Хезбалла их выбросил из Ливана. Вместе с героическими французами. И они больше не сунутся никогда в Ливан. Они Хезбаллы боятся. Потому что это непримитивная организация. Какая прелесть. Так что воевать с сильной армией американцы боятся. Тем более со страной, которая может, как Северная Корея, хотя бы одну ракету довести до территории Соединенных Штатов. Этого достаточно, чтобы охладить пыл всего американского командования. И не зря, я напоминаю еще раз, командующий стратегическими войсками Соединенных Штатов сказал, что небывалое, что если президент Соединенных Штатов отдаст нам незаконный приказ, мы его не выполним. И все поняли, что он имел в виду Северную Корею. Потому что тогда шла речь о Северной. Он в контексте Северной Кореи сказал, что не будут американцы воевать и подставлять под возможность ядерного или термоядерного удара хоть один американский город, хоть кому, хоть этой несчастной Северной Кореи, у которой ракета то ли долетит, то ли не долетит. И это означает, что надо смотреть на ситуацию в Сирии с гораздо большим спокойствием, уверенностью и жесткостью. Сирию надо воспринимать спокойно, методично. Стараться не делать ошибок. Грубых ошибок, слава богу, не делал. Но еще раз говорю, если бы прекратили бомбардировки сразу же, причем демонстративно, а мы их прекращаем, приказ не бомбить, все, не было бы никакой говорили в ООН. Можно было бы продолжать. Я прошу прощения. Сейчас новости. Евгений Иванович, мы вновь в эфире. Так мы и продолжаем. Итак, впереди у нас зачистки террористов в Сирии. Потому что куда деваться? Аль-Каида-то осталась, Джабхата-Нусра осталась, осколки исламского государства остались. Более того, некоторое объединение, именно в Восточной Гути, это создание общего штаба террористических организаций, подпадающих под понятие террористических, и в ООН, и под Минюстом США, вообще делает всю эту картину с истерикой на тему зачистки террористов довольно забавной. Хотя, действительно, это все очень напоминает ситуацию в Алеппе. И будет напоминать до той поры, пока их не зачистят окончательно. Пока это не кончится, как кончился в Алеппе. После чего все уйдет опять в разговоры. Ну, что теперь поделать? Такая жизнь. Хотелось как лучше, получается, как всегда. Точно по черному ордену. Очень хотелось надеяться, что после Алеппо пойдут зоны до эскалации, астанинский процесс даст возможность людям вывести из-под удара свои семьи. Ничего не получается. Все равно, пока есть спонсоры гражданской войны, а они есть, та же Саудовская Аравия, сколько денег платит. Ну, так это и будет. Великий Аллах и всемогущий. И объединил он Аль-Нусру и ИГИЛ с другими умеренными оппозициями. И тем самым объявил этот общий штаб вне закона. Слушай, насчет умеренности группировок типа Джейшель Фатха или Нуриддина Зинка с их обезглавливанием подростка в прямом эфире под Ютьюб. Как это такие умеренные-умеренные? Неважно. Он их объединил, все. Значит, значит, судьба объединенной оппозиции, как судьба Аль-Каины или ИГИЛа. То есть, тем самым они подписывают себе смертный приговор, который должен быть приведен в исполнение и побыстрее, и поэффективнее. Ну, с умом. Но вообще, если по большому счету посмотреть на Сирию, то самая большая, стратегическая, по сирийским масштабам, задача в Сирии это Анкара. Если удастся и когда удастся убедить султана признать нынешнюю власть Сирии и пойти с ней на переговоры, на этом вся свистопляска Сирии будет закончена. Тогда автоматически решается курдский вопрос, тогда у все курды стройными рядами с портретами Асада пойдут под власть сирийского правительства, тогда сирийская армия войдет в курдский район, тогда курдские формирования войдут в сирийскую армию, и тогда вся эта трагикомедия с силами оппозиции закончится. И все. Поэтому основная цель основная цель это и решение, ускорение решения проблемы в Сирии, это в Анкаре, и работа с Турцией, методичная, которая ведется, не с таким успехом, как на деле, все-таки Эрдоган трудный клиент, но, возможно, и это, именно на этом должны быть сострадочные а все остальные мелочи Организации Объединенных Наций, Восточная Гута, Западная Гута, ну, возьмут ее, так возьмут на месяц позже, возьмут, и куда никто не делится, да, как спармиры думают, и Идлиб возьмут, и Атанф возьмут, все возьмут, но это проблема. А пока американцы будут мелко гадить и пытаться дестабилизировать или не допустить стабилизацию обстановки в Сирии. Я еще раз говорю, больше всего американцев заботит тот гениальный шаг, который провела Россия в 2015 году. Вдруг, если посмотреть на российскую территорию, то она неуязвима с юга. Я не говорю о межконтинентальных ракетах. Бас нет ракетных, ракетные. Она уязвима с моря, на что надеялись американцы. И вот крылатые ракеты морского базирования и угрожают России. Но поскольку она огромная, они могут угрожать со Средиземного моря, они могут угрожать с Северного Ледовитого океана, с Баренцева моря. И вот там есть два с двух сторон. Балтийская, но как черная, это не важно. Там тоже быстро навести порядок. И вот Россия вдруг установив военно-морскую базу в Тартусе выбила половину этого атакующего направления против России с кораблей, которые будут американских, и натовских, которые могут стоять в Средиземном море. И отошли они, и не будут они больше там. И они не смогут атаковать Россию оттуда, откуда они хотели, и из Черного моря, если бы закончилась успехом их авантюра на Украине. Ведь цель авантюры на Украине это выбить российский флот черноморский из Севастополя, из Крыма. И сам ликвидировать его. И тогда с Черного моря ракеты до Омска бы долетали. А теперь они должны скрываться где-то возле Мальты от российских кораблей, которые там. А от Мальты не долетают эти ракеты. До Омска. Далеко. Россия огромная. Америка узкая. Великобритания еще уже. Великобритании нет ни одного места, которое было бы дальше, чем 70 миль от моря. Это что такое 70 миль? Да в общем ничего. То есть американцев очень озаботило, когда они поняли, что Россия сделала в Сирии. Они кричат насчет Асада, но что им больше всего мешает, это Тартуз. Это новая эскадра Средизаморская с новыми кораблями, с новыми ракетами, которая выбила у них часть возможностей удара по России с юга, с юга запада. И теперь у них ничего не осталось. Но востоке из-за того, что правильно укрепились на Курильских островах, американцы к Курильским островам боятся признаваться. А это радиусы действия ракет. И кроме как стратегических ракет до России с востока ничего долететь не может. И вся надежда американского на флот, как основное, она проблематична с востока. Ну, там еще Китай есть. А с запада и осталось Баренцево море. А тут Россия север. А тут Россия взяла и укрепила север. Ну, полярный военный округ. И вдруг системы противоракетной обороны прошли на север. И вдруг земля Франции и Осипа превратилась не в испытание, и остров Врангеля. Это не место для испытаний оружия. Это передовые посты, защищающие территорию России с севера. и вся стратегическая военная Соединенных Штатов, которую они планировали против России, вдруг ломается у них на глазах. Вот это основное. То есть вся эта свистопляска, говорильная, все это хорошо. Но прав был американский министр обороны, который сказал дипломатия, Соединенные Штаты, внешняя политика базируется на силе американской армии и Пентагона. Мы создаем условия, а они их трансформируют в международную. этот принцип универсален для мировой державы. И тот, кто должен хочет быть мировой державой, он должен принять этот принцип и свято его осуществлять. Сначала создайте условия, а потом трансформируйте их в соответствии с вашими международными интересами. То, что и Россия сделала и делает в Сирии. Поскольку американцы в Сирии уже ничего не могут делать, кроме как нагадить, ну так они пытаются. Но Тартус строится и корабли строятся. И если они на свою голову выйдут и отменят соглашение о ракетах среднего и дальнего радиуса действия, ох, какие их неожиданности будут ждать. Прошу прощения. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Мы вновь в эфире. Последнюю неделю у нас много материалов китайских пришло на сайт Института Ближнего Востока и среди них действия Китая в Сирии. Я безначально, ну я знал, что Китай интересуется Сирия, Китай непрерывно проводит аналитику по нашим действиям в Сирии, по американским действиям в Сирии, по военной технике, в Сирии. о чем бы то ни было, Китаю не удалось и уже и не удастся, и они это поняли. И учитывая отношения между Москвой и Пекином, китайцы приняли решение скопировать российскую тактику, заняться войной малой кровью на чужой земле, что гораздо лучше, чем воевать потом с натренированными, хорошо вооруженными уйгурскими подразделениями внутри Синьцзянь уйгурского автономного района или других китайских территориальных образований. И мы сейчас видим еще один фактор, помимо Ирана, помимо различных подразделений, которые Иран иногда притаскивает из Афганистана и, пожалуй, ливанская хизбалла из них самая сильная, мы видим армейский и китайский спецназ, который начинает выполнять понятные функции защиты Китая на дальних рубежах. Плюс порт есть, военно-воздушная база есть, российское прикрытие есть, тут расстояние куда серьезнее, оно меньше, чем из Китая гнать корабли, но у меня ощущение, что китайский флот мы еще увидим в Восточном Средиземноморье, и он явно не будет отягощать Россию, а вот насчет американцев я уверен ровно в обратном. Ну, во-первых, если китайцы на это пошли, это до этого они воздерживались посылки спецподразделений в Сирию по простой причине. Они все были на корейской границе. Вероятно, китайцы поняли, что напряженность Кореи позволяет им выделить часть сил северо-корейской границы для других. Может, Олимпиада помогла? Может, внутрикорейские разговоры? Не, ну, то, что процессы, которые идут, вероятно, это показывает, что опасение китайцев на развитие событий, которые требуют присутствия китайского спецназа на границе Северной Кореи, уже не такое остро. С другой стороны, китайские корабли были в Средиземном море и будут в Средиземном море. Хочу напомнить, в Средиземном море зашел в свое время китайский крейсер, который сопровождал китайский авианосец. Китайский авианосец был в Средиземном море и проходил возле Тартуса. Он был невооруженный, они просто испытывали все его ходовые невооруженные. Но китайская военная доктрина говорит однозначно, китайский флот будет присутствовать во всех океанах мира, во всех критических точках, потому что мы мировая держава. И китайцы объявили о программе довести к 30-му году китайский флот до 10 авианосцев современных с атомными двигателями и говорит о том, что о них собираются строить. И понятно, что Китай и китайское военное присутствие будет серьезным фактором, в котором будут считаться все. Прежде всего и американцы. То есть американцы своей мудрой политикой. Кроме России, теперь у них есть российская армия и китайская. Но не затащили всех, мы что-то не собирались сетей. Российский флот и китайский. И американцы торопились, торопятся, потому что они боятся 30-го года. К этому времени военная мощь Китая уже будет слишком большая. Поэтому они очень торопились выбить Россию из этого, чтобы оставить Китай один на один с Америкой. Выбить не военным путем, никак воевать с Россией они никогда не будут, наоборот. Выбить другим путем. И санкции, все остановят. Остановить усиление России, но результаты обратные. Все говорят американскому военному бюджету. Он 10 раз больше российского. Даже больше. А вот сколько он тратит на закупку вооружений? 8%. Российский 60%. 60%. Более того, сколько стоят эти вооружения? 60%. Теперь себестоимость, равнозначная цель единицы продукции в России в три раза ниже, чем в Соединенных Штатах. И мы сравним, что лучше, что лучше. Вот и все. И после этого можно приводить сколько угодно цифр, которые занимаются бухгалтеры, как ты правильно сказал, подсчитывая воловой национальный продукт, вот какой американцев бюджет. А толку-то что? Уже третий год. Не заметили? Третий год российская военная промышленность поставляет военных самолетов и вертолетов, самолетов, вертолеты один, в армию больше, чем американцы. То есть уже три года Россия покупает больше самолетов, чем американцы. Может именно поэтому столько криков о том, что нужно срочно спасать экономику, освобождать от милитаризма и нагрузки. Именно поэтому вся свистопляска и крики с санкциями. Не дать России укреплять армию. Хотя Россия это делает более эффективно. Намного мелко, более слабо, менее богатая экономика. Но факт остается фактом. И тут еще один фактор. Американцы российские самолеты более новые, российская техника более новая. Что естественно. То есть с каждым годом, если планы будут, в 70-м году, в 20-м году, 70% по плану, который был утвержден президентом России, 70% российской техники будет новой. А уже новый план до 28-го года. Это уже дальше. Но американцев не будет такого, потому что у них техника была, но ее надо заново делать. Я уже не говорю о других Соединенных Штатах в своей алчности, в своем недопонимании мирового развития почти полностью кастрировали военную промышленность, страны Европы, товарищи по НАТО. И поэтому сегодня они все базируются на американской промышленности, американская возрастает, но у них своя военная промышленность все хуже и хуже по количеству. И вот на этом эфир завершается. Огромное спасибо. С нами был Яков Кидмин. Мы говорили о Сирии и далеко не только о ней. Вообще всю неделю гости будут блистательны, как впрочем всегда и бывает. И от Якова Иосифовича Кидми мы перешли к Олегу Владимировичу Пелепцу. Блестящему американисту, человеку, для которого внешняя разведка, как и нефтяная отрасль, значительная часть его жизни. Олег Владимирович, вам слово. Вот мы тут американские бюджеты, понимаете, критиковали и обсуждая, как американская стратегия с точки зрения закупки новых вооружений выстроена и как они там в состоянии в Сирии что-то нам противопоставлять. Наш израильский друг и коллега Яков Кидмэй был как-то очень скептичен относительно реальности. Видимо, ему-то поближе на американцев смотреть, чем мне, это точно. А если вы не возражаете, я хотел бы начать традиционно. Здравствуйте, глубоко уважаемый Евгений Янович. Здравствуйте, глубоко уважаемый Сергей Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, глубоко уважаемые сударыни и судари, слушатели радиостанции Вести ФМ. Вы самый вежливый из людей, которые приходят к микрофону. Я это точно знаю, потому что иногда я позволяю себе в таком же стиле приветствовать слушателей, им это ужасно нравится. Вы знаете, это мне доставляет огромное удовольствие, но я должен выделить, что, к сожалению, среди наших слушателей есть слушатели, которые очень странные. А я в таких случаях говорю, здравствуйте, и неуважаемые слушатели тоже, потому что иногда ругают нас последними словами не очень даже понятно за что. Ну и пусть ругают, не надо их приветствовать, пусть у них больше задора будет, а то вы так раз их поздоровуете с ними, два, три, и потом у них острота упадет. Да пусть им будет хуже. Хорошо. Так вот, поскольку у нас американская тематика, я бы и хотел начать с американской тематики. Дело в том, что у нас конец февраля и начало января, марта. И вот 8 марта это не просто 8 марта, и мы привыкли к этой дате, поскольку это связано с прекрасным полом, но 8 марта 1817 года была образована Нью-Йорк Stock Exchange биржа. То есть американцы начали торговать акциями. Это почти что больше давно было 200 тысяч 200 лет назад. 200 лет назад. 200 лет несколько дней будет 200 лет. 200 лет. Это нет. Уже 201 будет, да. год. Ну, тут уже разница. Не столь велика. А это как с 2000 годом. Я постоянно путаюсь какие-то там вещи. Этот один год, он постоянно лезет не туда. Так вот, я бы хотел рассказать, что происходит вот на этой площадке. Вот может быть, это даст какое-то дополнение к тем интересным дискуссиям, которые вы вели. Что забродило 200 лет тому назад. Но выход на Нью-Йоркскую биржу я хотел рассказать следующим образом. Я попал на Нью-Йоркскую биржу в двух, в 1960 году в составе туристической группы, которая в 1960 году приехала из Советского Союза в Штаты. Мы были там две недели, посетили Нью-Йорк и были на бирже. Я тогда был студентом четвертого курса Кубишевского нефтяного факультета Кубишевского индустриального института. Я эту путевку купил за свои деньги, но не за стипендии. А поскольку как студент, который ориентировался на горного инженера буровика по разведке нефтяных и газовых месторождений, нас каждый год до этого направляли на производственную практику и ставили около ротора на буровой. А поскольку тогда среди буровиков дисциплина труда была маленькая, поскольку условия были колоссальные, тяжелые, и очень много было прогулов. И мы порой работали по две-три вахты отрабатывали. А поскольку разведчики, буровая и рядом мы жили, то есть проблемы не было. Я заработал 8 тысяч рублей. Стоил москвич. Я себя представлял, как я буду ездить за рулем москвича, потому что отец как нефтяник буровик имел льготы на приобретение машины, но он не имел денег 8 тысяч. И я когда у него спросил, я говорю, вот так и так. Он говорит, езжай в Штаты. Это интересная сторона. Я говорю, ну у меня не хватает 500 рублей. Он говорит, вот тебе 500 рублей, поезжай. И я с радостью туда поехал. Эта путевка стоила 8500. 8 тысяч 500. Но это безумные просто деньги. Ну так, да, да. Да. Ну я вам говорю, москвич стоят. Делегация состояла из жителей Кубежской области, это профессура, вот, руководящие работники из Иркутской области. Тоже нефтяники, руководящие работники, и вот мы пролетели. Должен сказать, что в те времена прямого сообщения не было. Поэтому, а я в это время, вот так совпало, работал в деревне Пестравка, вот такое вот название, Кубежской области, в деревне Пестравка, стояла буровая, и я вот с Пестравки прям в поезд приехал в Москву и в американское посольство. Мы все пришли, на нас посмотрели, взяли отпечатки пальцев, побеседовали, сказали, что мы достойны, и мы полетели. Прямого рейса нет. Мы сели на 100-4 и прилетели в Брюссель. Как только мы вышли в Брюссельском аэропорту, это 60-й год, август месяц, как только мы приехали в Брюссель и вышли в аэропорт, демонстрация. Вот такими буквами плакаты «Красные руки прочь от Конго». А тогда происходили события в Конго, Лумумба и прочие вещи. Но я как прямо из Пестравки, я никак не мог понять, при чем тут Конго. Причем тут красные советские, там такое было деление. Поэтому я хочу обратить внимание на новоиспеченных экспертов по Америке, которые в наших рядах очень много появились, что вот такое постоянное давление на нас и привязка нас к любому чиху имеют глубокую историю. Просто-напросто нужно ее внимательно изучить и станет многое ясно, что происходит здесь. Более того, напомню, что в 59-м году Никита Сергеевич посетил Соединенные Штаты с блестящим пропагандистским эффектом, суть которого заключалась, что советские люди это нормальные люди, что они не ходят с подмышкой с обеих сторон Обами, Ленина и Сталина и каждого шага не делают, прежде того, что строим какую-то цитату. Он блестяще это все сделал. И на 60-й год был назначен визит Эйзенхауэра в Советский Союз. Но американцам очень нравилось летать на самолетах У-2 и они полетели, несмотря на то, что готовился приезд Эйзенхауэра. Но разведывательный самолет, я напоминаю, был сбит, пилот захвачен. Американцы повели себя так, что сказали, мы летали и будем летать. Это знаменитое дело Пауэрса. Да. Мы летали и будем летать. Я просто в моем детстве это помню. Да, я просто упрощаю детали. Тогда Советский Союз, Кремль сказал, ну при такой постановке вопроса мы вас не можем принять. То есть по существу по инициативе российской стороны была отмечена. Отменен визит. Это очень серьезная вещь. В июле месяце американский разведывательный самолет УРБ-47 со стороны Норвегии втопся в наше воздушное пространство. Этот самолет был сбит. Из экипажа сразу погибло четыре человека. Два человека спасли. И когда произошла инаугурация президента Кеннеди, этих двух живых оставшихся пилотов вернули в Соединенные Штаты Америки. Практически в подарок. В подарок. И сказали, что люди не виноваты. Им приказали. И мы понимаем. И в знак демонстрации нашего желания с американцами разговаривать доброй воли. Доброй воли. Вот получите. Кеннеди тут же среагировал. Он тут же запретил полеты У-2 в российское пространство. Вот вам пожалуйста. Несмотря на это никаких санкций ничего не отменяли. шмаротит сэкономили сбивать их. Ничего. И поехала наша группа. Наша группа была первая вот такая вот группа. Представляете против этого. И нас принимали великолепно. И водили нас куда только можно. И в том числе на биржу. Я когда на биржу пришел в Уолл-стрит. Ну во-первых понимаете пестравка я подчеркиваю поймите какой контраст какой контраст тут в этот вечер я оказался на Бродвее после посещения Нью-Йоркской биржи. Там огромные галереи какие-то стоят экраны бегут какие-то цифры взад вперед. Люди на этой галереи одни стоят с открытыми ртами точно так же как и я там стоял а другие что-то достают какие-то блокноты что-то там делают нервничают там совершенно невозможно понять кто что делал все там бегают муравей гид говорит вы понимаете это очень важный элемент Америки это так все важно это так все здорово вы можете купить частичку Америки ну действительно акции частичка компании частичка Америки вы покупаете вы можете вот так через соответствующие структуры вы покупаете и становитесь обладателями частички Америки классная реклама классная реклама главное же продать да 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 помните анекдот с таким подходом ты слона не продашь а здесь продашь ну вот но что происходит действительно на этой бирже я в какой-то степени понял намного позже и понял через свое увлечение рыбалкой поэтому хочу вам рассказать что я ездил на рыбалку в любом американском водоеме полно рыб в любом никто в полупьяном виде не бродит по берегам в период нереста когда значит рыба идет на нерест и там около берега мечет игру никто там сетками по ночам не заходит не вытягивает ничего почему извините потому что культура поведения не только да и на еды хватает не только не только Евгений Янович а потому что сетями запрещено пользоваться у нас тоже запрещено ничего подобного да ладно пожалуйста идите в любом магазине вы купите сети а в Америке сетями пользуются только коренное население индейцы и те которые живут на Аляске у нас же тоже квоты для коренного населения и все на Сахалине и Камчатке становятся коренным населением немедленно это самим но самое главное вы не увидите вот как я прошлым летом приходил к водоему где ловил сети стоят китайского производства дешевые да уж это есть и те которые эти сетки поставили погуляли и уехали да и бросили эти сети сеть стоит рыба гниет рыба гниет и ничего удавить так вот я увлекался ловлей рыбы и в основном там вот те водоемы куда можно было выйти там нужно было купить марку в год она стоила 10 долларов всего-навсего и с этой маркой вы где угодно могли ловить вот и я ловил в основном там очень много карпа но карп этот он переродился дикий переродился в сазана почему он так вот мутирус бывает он такой прогонистый стал хитрый стал очень такой резкий решительный малька гоняет и ест то есть целая вещь и что интересно что американцы не едят карпов почему потому что карп в менталитет белого населения вошел как серьезное подспорье в голодные годы когда было тяжело с продовольствием когда даже индейцы им помогали этими карпами и поэтому вот и что карп это рыба для нищих что ли да но а мы его фаршируем не только мы но в Америке продолжают фаршировать люди с венгерскими корнями с германскими корнями все евреи его фаршируют все евреи и щуку и щуку ну да прекрасно фаршируют поэтому при подходе больше ума они какие-то сложно подпозит но они его не едят и вот у меня было одно любимое место был такой водохранилище и сливы были под сливом было такое значит как бы водоприемник куда падали потоки и там водились огромные карпы до 6 килограмм матиорые и вот я приехал туда как это значит разбросил удочки я ловил на одну удочку разбросил удочку вот и жду поклевки и вдруг у меня начинает очень странно клевать поплавок каждая рыба имеет свою поклевку вот тут сазан этот вот карп сазан он клеет так решительно два удара и под углом уходит под воду подсёк всё а этот чуть-чуть-чуть и ничего чуть-чуть и ничего я ждал ждал смотрел смотрел когда же будет клевать я наверное смотрел на поплавок минут 15 и вот он как-то странно тронул ушел тронул ушел подвинулся я потом начал потихонечку спиннинг выбирать его объело наверное а потом смотрю что-то как врубилось и у меня начались какие-то значит телодвижения я вот крутился крутился чувствую что что-то взяло серьёзное и я вытаскиваю спиннинг то есть оказался мой крючок зацепился за спиннинг который этот карп утащил у кого-то и я сначала вытаскиваю этот спиннинг оцепляю свой спиннинг и начинаю вытаскивать следующего пойманного на чужой спиннинг причём он был огромный здесь я не преувеличиваю как настоящий рыболов он действительно огромный но был вялый почему потому что он всю свою мощь сбил утащил у какого-то рыболова и он тасканый устал устал по дну и тут я его добил я стал смотреть по сторонам и смотрю где-то вдалеке группка каких-то значит рыболов и я решил что это утащил оттуда я значит вытащил спиннинг положил прицепил на кукан этого карпа и пошёл туда подхожу выходцы и вот откуда из Юго-Восточной Азии там столик стоит такой среднего возраста как оказалось потом вьетнамец разного возраста люди и как-то у них там всё чётко я подхожу к этому человеку и говорю вы знаете что вот у меня такая вот история произошла я вытащил спиннинг чувствую что это у кого-то и у вас он подбегает моложавый этот человек это говорит мой я говорю ну пошли подхожу он мне говорит вы знаете что вы говорит спасибо вот чтобы мне поймали мой спиннинг но этого карпа я не могу взять потому что я его не вытащил я говорю вы знаете я бы его никогда не вытащил если бы я его не поймал на ваш спиннинг я беру этого карпа и подхожу и я подхожу к этому человеку и говорю что вот заберите этого карпа и прочие вещи он говорит садитесь и стал меня угощать пивом причём в Америке я не знаю как сейчас а тогда было категорически запрещено употреблять спиртные напитки вот где-то на открытом воздухе вообще штраф 300 500 рублей долларов ой долларов прошу прощения я давно не оперировал но не забывайте Америка демократическая страна если вы возьмёте вот такой пакет пакетик бутылку или баночку туда допустите полицейский находясь рядом с вами видя что вы употребляете спиртные напитки он никогда вас не тронет потому что я не вижу что вы пьёте так это и сейчас то же самое нельзя просто из бутылки пить единственное единственное чтобы никто не качался вот за 6 лет я в таких вот местах видел только одного качающегося человека который оказался старшим инженером нашего торгпреда то есть американцы чётко всё это понимали вот и он меня угощает пивом ну мне неудобно отказываться всё я значит нарушил закон но в рамках демократических таких нюансов и мы с ним разговаривали я говорю вы знаете мне вот кажется что у вас вот да как-то по-военному всё происходит вот как будто вы часть какого-то военного коллектива ну это вы на самом деле заметили я генерал-майор из армии Южного Вьетнама опаньки это какой год был 60-й нет в 60-м году я был студентом а это уже вы когда были дипломатом а это когда я уже был дипломатом это был где-то 76-й 77-й вот точно я не запомню вот тогда вот был и вот я говорит эвакуировались из а то есть они уже да эвакуировались и здесь ну мы бы всё сохранили вот здесь всё у нас находится вот это мои бывшие подчинённые белогвардеец короче вьетнамский ну вот так и меня поразилось что он как-то очень доброжелательно относится ко мне а не знали что вы с союзом а ну мы же обменялись когда он мне всё рассказал я ему тоже сказал я вот советский дипломат всё пятое десятое но я думал он сейчас у него всё дыбом всё встанет да ничего ещё больше как-то доброжелательности стало ну после того как мы значит там по пару банок выпили я осмелел а я всегда возил в багажнике бутылку водки 0,75 на всякий случай столичный почему когда вы приезжаете в ремонтную мастерскую отремонтировать машину о сэр приходите завтра я говорю тут у меня кое-что есть для вас а что столичная водка всё так три часа сможете подождать ничего не меняется в этом мире при переезде от страны к стране абсолютно да алик вот к сожалению у нас сейчас нужно но сама формулировка у меня тут кое-что есть для вас очень интеллигентная гим корнеевским генианович а можно неожиданный такой врезку сделаю как раз после погоды морозы наступили значит ребят те кто нас слышит холода зимой переживает примерно треть певчих птиц если вообще переживет вот нас не случайно просят экологи если можно купить кормушки и корм этот самый птичий попугай для канарей да не важно какое пшено семечки и как-то подкормить зверьё что я у себя в деревне сделал прям с трёх кормушек стая снегирей кормится и стая синица и вполне этим честно говоря удовлетворю дело пустяковое во всех зоомагазинах да и в больших супермаркетах эти все отделы есть а птичек всё-таки жалко вот если не хочется чтобы весной у нас процвели только вороны ну или там голуби которые будут гадить нам на голову астре все-таки певчие птицы ну тот самый случай когда это надо сделать извините за то что врезаюсь вот в интереснейшую беседу но как-то очень хочется еще раз если сможете ну пожалейте птах они певчие от них хорошо Олег Владимирович вам слово я хотел бы присоединиться к вашему призыву поскольку у меня есть дом в деревне и могу сказать что я активно поддерживаю этих птичек в основном синичек свиристелей снегирей очень интересная комьюнити они тоже тот кто их кормит они к ним привыкают на них реагируют поддержите птичек русских лесов ну оно и для детей очень хорошо внуки страшно балдеют от этого и как-то без человека они же не выживут ну не выживут как есть огромное спасибо за солидарность и отдаю вам на южно-вьетнамском что совершенно неожиданно вояке и его команде мы как раз закончили предыдущий эфир и а почему он был доброжелателен к вам война только что закончилась их поражение их поражение и я прям ему прямо спросил я говорю в чем дело почему вы так относитесь я ожидал совершенно другой что вы вообще скажете ну-ка собирайся и чеши несмотря на твое столичное он говорит дело в том что вот все кто здесь присутствует из моих подчиненных не знают что американский президент обратился к Брежневу когда нам нужно было эвакуироваться к северным вьетнамцам чтобы они сделали нашу эвакуацию как можно меньше кровавой и многие которые уехали в Америку они уехали потому что действительно Брежнев переговорил с северо вьетнамским руководством и отпустили не стали добивать не стали добивать вот так а я его спрашиваю я говорю а как вы вообще себя чувствуете да он говорит да ничего я говорю а что значит ничего ну у меня есть свой бизнес и прочие дела я говорю а на что же вы собственно живете он говорит открывали все это он говорит да вы знаете что вообще когда ты воюешь на американской стороне всегда есть возможность что-то и значит оставить на будущее приватизировать да ну как есть но есть одно условие пока вы там американцы вам разрешают таскать сюда сколько угодно денег но когда заканчивается заварушка заварушка потребность в вас они вам определяют только одно количество денег различными путями то как это то всякими и потом у вас говорят а не оказывается столько много денег чтобы вы с вершины этих денег могли еще предъявлять на какие-то значит политические прочие шаги можно да живите очень скромно я говорю подождите я недавно я говорю я живу штат в Виржинии я не там открылась недавно новая пицца мы с женой туда и с сыном поехали и там значит только вновь открыто ходил человек в черном костюме в белой рубашке в галстуке и очень любезно со всеми здоровался я говорю но лицо очень знакомое ну как я могу южного вьетнамца чтобы было знакомое лицо да я знаю этого хозяина я говорю откуда это мой друг я говорю откуда вы его знаете да он бывший начальник полиции Сайгона я говорю ну а как я его могу знать говорит по всему миру разошлись фотографии когда вот этот начальник полиции Сайгона из револьвера это вот стреляет знаменитые вот это фото да висок этому значит связанному вьетнам да 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 пультерскую премию дали и спокойно он приехал много условий пиццерия и ничего больше да пиццерия химчистка все что угодно ну на жизнь хватит семей поэтому говорит все те которые рассчитывают сколько в подвалах американских там напрятано и как они там будут и какие они там свои мечты выполнят это все бесполезно как же они так вот тормозят я просто сейчас не могу эту систему рассказывать он говорит не лезь туда тебя говорит это не касается и не надо оживее будем да но я смотрю они этих карпов таскают одним за другим я говорю в чем дело он говорит а я тебе сейчас скажу насадку ломоть белого хлеба намазывается арахисовым маслом не таким как подсолнечным а вот как наше сливочное масло ну гадость для меня не ем я его не понимаю о чем только из баночки намазывается кладется другой хлебушек сэндвич белый получается сэндвич смачиваешь водой и начинаешь уминать чтобы получился такой колуобок тесто надеваешь на крючок и забрасываешь вода течет масло начинает выходить крошки начинают выходить и получается вокруг твоего крючка гениальный прикорм облако и рыба идет она попадает в это облако раз и пошла поэтому когда ваша приманка валяется мимо него спокойно карась проплыл а здесь не могут вот вам арахисовое масло вот вам два куска этого и дикие рыбачки те кто нас слышит да рыбаки мы пожали друг другу руки и разбежались и вот через эту присадку я вышел на тайной нью-йоркской биржи я поехал на одну рыбалку пользуюсь насадкой таскаю этих карпов и сазанов а рядом со мной сидит какой-то человек и у него ничего не клюет но потом смотрю он как-то потихонечку подходит ко мне завязывает разговор мы с ним душа у него явно плакала да плакала в чем дело я говорю да элементарно я говорю вы на что ловите и он называет магазинную приманку оно фиолетового цвета вонь ужасная на него ничего не клюет я говорю да вот вот так и начал ловить он тоже я поделился секретом все отдал все в этом мире и у него вот такие вот глаза и он подходит и опять достает пакетик с пивом можно я подойду сяду рядом с вами ловить не буду просто посидим поговорим да ради бога вот и он обменялись я говорю я вот посольский он будет а я пенсионер я порядка 24 лет проработал на нью-йоркской сток эксчейдж бирже и вот дальше я хочу обратить внимание наших слушателей то что я буду рассказывать это не мои какие-то выводы про нью-йоркскую биржу это рассказ пенсионера я просто повторяю но профессионала видимо большого 24 года кем он работал оказывается поэтому еще раз говорю это слова пенсионера так называемого рэпа или репрезентатив то есть это человек который принимает заказы вы прибежать на нью-йоркскую биржу и значит там купить не можете вы должны прийти в контору а контора брокер да брокер в каждом городе в каждом пригороде везде они есть пожалуйста значит он мне похвастался что годовая зарплата у него 40 тысяч долларов в год при заключении сделок он получает 30-40 долларов комиссионных и он может открывать на бирже свой счет там получается говорит в год от нуля до 30 тысяч в год и дальше он мне начал был год я прошу прощения это важно с точки зрения размера реального да это было я вам сейчас скажу это был 78 сейчас сделаем то не большую погоду и вернемся 5533 вести для ваших вопросов сообщения олег Владимирович Пилипец у нас в гостях мы вернулись в эфир в перерыве вот у нас была разная ностальгия по старым добрым временам нашей юности а вообще в юности же все было лучше чем сейчас безумно интересно Олег Владимирович вам слово так возвращаясь к моему диалогу с пенсионером который отработал на Нью-Йорк сток эксченч биржи порядка 24 лет признал то что никто и не знал бы и никогда бы не рассказал и он уточнил что он не на самой бирже сидел где никто ничего не может купить просто покупатель а прошу прощения а он сидел в одной из контор через которые насколько я понимаю и можно было только заказывать потому что просто прийти с улицы на биржу извините как видимо и сейчас и он работал недалеко он был в Нью-Йорке работал недалеко от Уолл-стрит и общался с теми которые интересовались активностью на Нью-Йоркской бирже я у него спросил я говорю на меня она произвела вот такое впечатление и прочая вещь особенно я говорю кусочек Америки вот можно там купить все он говорит ну поскольку ты дипломат поскольку ты не пишешь статьи я тебе расскажу то что знает очень мало людей принципы работы биржи неопределенность непродсказуемость и неведение то есть лезть в это с ощущением что ты много заработаешь как-то осторожнее дальше рынок это сборище алчных гениев и остолопов которые связаны одной цепью это бешеная страсть к быстрому обогащению и они не могут существовать друг без друга я даже знаю кто на ком заработал если будет все ясно то рынок перестанет работать абсолютно все на бирже является предметом бессовестной манипуляции а поскольку гения всегда меньше то выигрывает 15 процентов а остолопов всегда больше поэтому проигрывает 85 процентов хорошая система на эту разницу и живем на биржу кинулись все а в 29 году произошел полнейший крах в результате бесконечных спекуляций великая депрессия и поэтому в 30 годах в сша сделали специальный такой полицейско надзорный орган но он к полиции не имеет отношения это учреждена security и exchange commission задача какая была восстановить доверие человека который пришел на биржу и покупал там что-нибудь а поэтому нужно было дать по рукам нам говорит рэпом которые распоясались и грабили то есть прикормить лохов да чтобы они кружили уприман да чтобы скандалов не было абсолютно красиво раз таких вот ну выпивающихся и потом после 50-х годов к 60-м году подключились средства массовой информации призывая к торговле на бирже что любой человек с высшим образованием если он на бирже не торгует то собственно говорит странный какой-то какой-то странный надо популяцию все старались иметь и дальше он сказал Америка богатейшая страна но там есть кусок который называется безумным богатству и только жить можно раскованно как позволяет демократическое общество которое имеешь доступ вот к этому богатству но в Америке все знают что к этому богатству ты не получишь не копя свою зарплату ты можешь накопить копя в пенсионный фонд ты можешь накопить на комфортную жизнь какие-то фонды вкладывать и прочие вещи но богатства такого нет есть только одно это биржа на бирже вы можете получить биржа вам гарантирует что она вам гарантирует эксаймент драйв то есть человек которого обычная спокойная такая жизнь тяготит тяготит он там получает гарантию она его измолотит и выкатит она ему дает надежду на богатство но не дает гарантию это как вегас идете в казино он говорит это игра типа покера но выигрывает только тот кто все знает а задача биржи сделать так каждая сторона заинтересованная делает чтобы другая сторона не понимала что на самом деле происходит поэтому я возвращаюсь к современные дни экономика вроде показывает хорошие результаты а цена акций падает почему от чего а если этого не будет и мы город жить не будем комиссионных никаких не будет security exchange commission она так нажимает нам на хвост но обойти можно во вторых это столб американской действительности биржа без нее нельзя без нее невозможно существовать но она существует на неопределенности действительно бывает человеку повезет он вырывается зарабатывает большие деньги я больших денег не зарабатывал но я не знаю ни одного человека который заработал большие деньги вот изнизу выскочил и чтобы он с этими деньгами остался он настолько попадает что это из него вырывает и опять же как в казино ты можешь заработать и ты спустишь все свои деньги и опять в казино и он говорил помимо того вот эти вот рэпы они являются огромными инструментом важным почему потому что тот кто покупает акции он с ним общается приходит к нему звонит по телефону и если рэп ему говорит слушай вот как мне кажется вот эти вот акции могут хорошо взлететь или наоборот упасть и он привык и он доверяет поэтому когда происходят избирательные кампании вот эти вот рэпы они могут оказывать огромное воздействие влияние на будущих избирателей и поэтому позиции уолл-стрита очень серьезные очень важные я задавал ему вопрос а это как а это как он говорит слушай для чего тебе нужно я говорю ну мне это интересно он говорит ну ты же из Советского Союза у нас огромное чтобы иметь биржу это огромное количество бездельников все которые составляют прогнозы издают журналы все сколько раз я видел по прогнозам все хорошо а оно пошло вниз поэтому зачем вам это все иметь Америка поскольку хорошо работает высокая производительность труда она может иметь организацию которая создает многим людям во первых смысл какой-то в жизни что-то он может ходить может смотреть чего-то покупать потом вот это вот ну что он сидит в каком-то уголке там еще что-то скучно жизни нету провинциальная страна а здесь все бурлит все напитано ну вам-то говорит это зачем содержать все эти бездельники и вот теперь мы дожили до такого состояния как в принципе нужно как раз это все и появилось хотя вопрос зачем вопрос интересный Олег Владимирович огромное спасибо спасибо